Я приглашаю Елену Юрьевну к барьеру. Для нас всех сегодня очень важное событие. И без привлечения праздник представить вам эту книгу. Она созревала и шла к этой встрече многие годы через большие труды, приключения. И английский вариант первой ее части был опубликован два десятилетия назад на английском языке. Одно десятилетие. Одно десятилетие. Ну, уже другой век. Мы очень рады, что к первой части Елены Глазовой присоединилась вторая часть Марины Глазовой. Они образовали парадоксальное во многом единство. Это единство очень хорошо иллюстрирует слова Мандельштама из его разговора о Данте. Я зачитаю эту цитату, потому что, мне кажется, сегодня в нашем разговоре об этой книге эта метафора танца бесконечного будет возникать. Когда Мандельштам говорит о трудностях сочетать библейское мировоззрение и науку, следующую за Аристотелем, он говорит, эти два подхода, плохо соединимые, эти вещи сращиваться не хотят. Они встречаются и отталкиваются в бесконечном танце перед каждым поворотом пятки танцора, хотя и смыкаются, но смыкаются каждый раз на новой паркетине, качественно-различно. Вот представьте, мы сейчас все вовлечены в этот замечательный полонез, или как хотите определить этот танец, или старинный, который танцевали в эпоху Данте. И мне кажется, отказ ясный, определенный, говорить о некотором едином новом синтезе, о открытости возможности текста Мандельштама предложить просто новый разговор, в том числе о теории литературы. И в этом, мне кажется, очень смелый и дерзкий тезис Елены Глазовой. Она говорит о том, что на самом деле из-за обстоятельств 20 века голос Мандельштама, теоретика литературы, по-настоящему не был услышан. Не в постмодернистских дебатах, не в том, что происходит сейчас. И речь идет о том, чтобы вернуть голос тому, кого продолжаю по праву считать великим поэтом 20-го столетия, но к чьим построениям поэтики не слишком прислушиваются. За, разумеется, исключением таких людей, как Аверинцев, который написал премисловие к английской версии этой книги, здесь она опубликована на русском языке, и других крупнейших имен в этой области, в области поэтики. Также, перед тем, как передать слово автору, и особая радость представлять эту книгу, присутствие автора, который одолел океан, не только времени, но и пространства, для того, чтобы в Киеве мы могли говорить об этой книге вместе, я хочу привести слова, которыми Елена Глазова завершает свое предисловие. Она вспоминает эти слова Мандельштама, которые были любимыми для ее отца, Юрию Яковлевичу Глазову посвящена эта книга. Он любил слова, которые многие из вас знают наизусть, «Когда я спал без облика и склада, я дружбой был, как выстрелом разбужен». Я сейчас вдруг подумал о том, что, конечно, это говорит человеческий голос, но в каком-то смысле текст, который спит без облика и склада, который исчезает из памяти компьютера и возвращается, у которого свой сложный путь к свету, к читателю, он тоже может быть разбужен выстрелом дружбы. И мне кажется, что то, что эта книга сбылась, то, что она состоялась, то, что она вышла в такой красивой форме, это сигнал дружбы. Вот я хочу поблагодарить за нее автора и передать ей тебе слово. Спасибо всем, здесь запрашивайся, и спасибо, что вы... Спасибо, Костя. Я встану сюда, можно? Я думала, и что я могу сказать, время у нас мало, мы уже уходим об этой книге. И где-то, конечно, эта книга посвящена моей семье. Я помню, как я уже как бы русский вариант моей части уже выходил. Я позвонила сначала Юрию Вестелю, а потом я позвонила Константину Борисовичу Косте. И я сказала, Костя, я хочу приостановить книгу, я хочу включить Маринину участие. И я помню этот разговор, и Костя сказала, хорошо, мы сделаем так, как ты хочешь. И я позвонила, это наша жизнь, мы взяли на телефонах, и скайпом. Я позвонила Марине, я живу в Америке, она живет в Канаде, мы, видимо, только где-то пять месяцев в году, когда она ко мне приезжает. И я сказала, Мариночка, мы вас включаем, и мы начинаем перерабатывать книгу. Марина была женой, я дочка от первого брака папы. Марина моя приемная мать, которая очень-очень сильно на меня повлияла, поэтому для нас это очень большая радость. И соединены мы были, конечно, общими этими годами, о которых очень хорошо помнят отец Владимир, отец Владимир и Карина, которые здесь. Это годы, когда, может быть, для нас они глубоко соединены, конечно, с образом Александра Мения, когда Александр Мения выходил в дом и привозил мультфильмы, которые несли в себе образование религиозное. Картиночек этих я не помню совсем, но его приходящего с этими мультфильмами я помню очень сильно. Как главного персонажа. Абсолютно. Такое необычное счастье, которое не сходит на дом. Это я помню, его слова я помню. И Карина, которая здесь говорила, родители, Маша Великанова. Это то, что я могу сказать сразу. Мы все как бы этим образом, и отец Владимир, мы все этим образом глубоко связаны. Теперь о книге. Несколько слов. Но, может быть, перед этим. Я все-таки хочу, если мы говорим о отношениях ребенка и отца. Я помню, что-то я написала по-английски. И папа меня вообще не очень читал. Он говорил, что я его не очень читаю. Он говорит, я пришел к великому наблюдению. Ты не читаешь то, что я пишу. Ты считаешь, что ты все знаешь. И я помню, что он прочитал что-то. Это было к нему удобнее. Я спустилась вниз, где он стоял. Я только смотрю, он танцует. Я говорю, папа, почему ты танцуешь? Он говорит, ты умеешь писать. Оказалось, ты умеешь писать. Я так счастлива от этого движения. Поэтому книга самым глубоким образом, конечно, посвящена папе, от которого я первый раз услышала Мадельштама, а потом слышала его от Марины. Все эти разговоры, разговоры, это все как бы описано в книге. И когда мы уехали из России, и уехали где-то насильно, конечно, вся эта история, когда она прошла определенным образом через всю нашу жизнь, мы с собой забрали то, что мы любили. Тоже мы с собой забрали поэзию. Мы с собой забрали тех писателей и поэтов. То есть ту культуру, которая нас глубоко всколыхнула, вот как этот выстрел, который возбудил. После этого, когда я стала заниматься уже литературой, когда я стала филологом, когда я пережила, что я буду говорить с акцентом, потому что мне было через 20 лет, когда я выехала, я стала заниматься и филологией, правил, конечно, постструктурализм. И правилом так, что во время как бы дебатов в университете, во время всего, я удивлялась, что люди повторяют одно и то же, но разговоры не получаются. Потому что как бы Мадричтан сказал, что текст создает вокруг себя дружбу, что у него определенное магнетическое поле, и что вокруг каких-то текстов создается глубокое ощущение дружбы и радости, и вокруг других текстов ощущение, как бы от него идут другие магнетические волны. И медленно, мне хотелось, может быть, это мой характер, мне хотелось ответить на это, на все, на все, потому что я не могла соединить ту память о культуре, которую я с собой привезла, благодаря тому, что вы все носите в себе, и от чего я была отрезана, и что жила в нашей семье. Я хотела соединить это с тем, что творилось в литературной теории того времени. Мы говорили в 60-е годы, 90-е годы. И вдруг, читая, перечитывая Мадричтама, вдруг в разговоре о Данте, я не хочу очень долго говорить, когда это началось, я не знаю, вдруг я что-то начала понимать. И я скажу очень быстро, как бы, она, может быть, идея не глубокая, но тогда она была очень для меня существенная идея. То есть я стала смотреть его теорию. Теорию же я его смотрел, все его прозы. Я хотела защититься от невозможности соединить два мира. Потому что говорить так, как говорил постмодернизм, я не могла, потому что я совсем по-другому относилась к поэзии, к литературе. Я относилась к этому, как Мадричтам говорил, то тепло, та печь, ради которой ты сидишь, потому что она сходна к твоему собственному телу. И не могла от этого уйти. И, с другой стороны, я хотела научиться говорить с тем миром, в который я пришла, и особенно в мире теории литературы. И я подумала, хорошо, тогда я буду очень внимательно работать над Мадричтамом и Лиотом. Это как бы была двойная работа, моя первая диссертация. И медленно я стала понимать, мне кажется, и вы, если прочтете книгу, вы скажете, правильно я это прочла, или неправильно я это прочла, я стала понимать мысль Мадричтам. И когда он говорит о Данте, это не будет долго, это не будет долго, потому что я знаю, что все очень устали. Когда я стала понимать, когда он говорит разговор о Данте, и вы знаете, он говорил, что это ключ к его поэтике, и ключ, и не ключ, это не так трудно, это довольно-таки трудный текст. Я вдруг увидела, что он говорит, что слово и поэтическое слово, оно влияет на сознание многочисленным образом. Это не просто адресат, текст, и, простите меня, текст, адресат и так далее, многочисленным образом. И мы можем, например, подойти к тексту и услышать только цитацию в нем. Мы не услышим голоса автора, но мы можем услышать только цитаты, которые в нем живут. Мы можем услышать его прошлое. Мы можем подойти к тексту, когда он говорит, я читал стихи Фердуси, мне казалось, что они были такие сладкие, что на них сидела пчела и пила нектар. То есть мы можем подойти к тексту как абсолютно сладостному опыту. Мы можем к нему подойти как к опыту, как говорит Мандельштам опять, понимания цвета, что мы пораскрасили это красным, а вот Марина пораскрасила это желтеньким или розовеньким или немножко зелененьким. Вдруг тот же текст, оказывается, разбивается в многочисленные интерпретации. И потом вдруг собирается в какую-то единую картину. И потом одновременно мы можем вдруг, особенно если мы, у нас дар, услышать музыкальную подоснову этого. Не просто многочисленные цитаты, которые в нем живут, а как бы ход, с которым начинается поэзия. Может быть, звук музыки. И слова уходят, и слышно только музыковая подоснова. И тогда я увидела, что Мандельштам в разговоре о Данте, он поменял систему, как бы он ее по-другому развернул, систему ада, чистилища и рая. Он увидел, как многоступенчатую психологическую реакцию на поэзию. И при этом, когда мы говорим об инфернальном мире, это не мир инферальный моральный. Это когда нету личного голоса, а идут интертекстуальные темы. Поэтому мне удалось ответить где-то, мне кажется, на постструктурализм. Это слышание постоянно разрастающего, что я теперь называю генетического слоя. Но это не тема, что же такое личность, как она растет оттуда. И вот эта тема, как он берет тему Данте, и чистилище, конечно, это выявление цвета, выявление, вы увидите, это растительные краски, чистилище, цвет, раскрашивание, профессионализм в это входит. Потом вдруг через это волны света. Потому что многочисленное цветовое поле можно увидеть, как разная толщина, и внутри него прыгающий луч. И к этому можно подойти, как уже со всей другой роспись, роспись луча в нашей жизни. И отсюда начинаются религиозные, более глубокие религиозные темы Мандельштама. Откуда вот этот луч потом звучит, как музыка. И когда Мандельштам говорит, что это диктант, он не говорит, что это диктант полностью, но диктант вот этой музыкальной, этого луча. То есть моя часть работы, это была часть подхода к Мандельштаму, как многочисленный слой нашей психологической реакции к поэтическому тексту. И Мандельштам спорил, и мне показалось, я ему была очень за это благодарна, что он меня этому научил, что поэтия — это не просто что-то приятное, это то, что развивает в нас возможность воспринимать и многочисленную память, и наше собственное умение работать с текстом, нашу собственную интерпретацию, и ощущение совсем другой музыки. И все это, вот эта вот многослойность, ощущение поэзии. И об этом книга, моя часть книги, как он медленно проходит через понятие слова, как камня, к понятию слова, как чистилище, которое растет и открывает снегу, как кристаллическое, как он говорит, кристалл. Теперь Маринин голос, который в это вошел, когда Сергей Сергеевич прочитал эту книгу, он сказал, я благодарен, что так много найдено, и я так благодарен, что нету тут биографии, что это теоретическая работа. И потом в эту работу вошла Марина, и она работала с поэзией, и она рассказала о том, как она слышала. И ее слышание было, когда это было не эстетическое понимание, которое я хочу подчеркнуть, очень важное, потому что, когда мы говорим, зачем детям нужна поэзия, ну, здесь мы это не говорим, но то, откуда я приехала в жизнь, иногда говорят, да, поэзия, это все не нужно, давайте только инженерное дело вести. По модельштамму это такая наука восприятия, которая учит воспринимать целую огромную отрасль, и музыкальную, и интерпретация, и выявление структуры, и выявление нашего кинетического слоя. Для Марины она увидела необходимость проводника, когда человек совсем потерян. Тут был образ, что овца была потерянная, она не была заблудшая, она не была плохая, она просто заблудилась. И вот в эти 30-е годы, когда поэт заблудился, и заблудился в мире, который он думал, он как-то обыграет, может быть, таким образом, и он увидел, что против этих сил выиграть нельзя, что проигрываешь сразу, рано или поздно, что надо готовиться к смерти. И он был акмист, я уже почти закончила, он был акмист, который верил в материальность мира. И с каким трудом через Данте он учился, я бы не сказала, просто мужеству, а надежде, которая давала мужество. С каким трудом. Вот это усмотрела Марина. И, то есть, если моя часть занимается, и нельзя так разбивать, каким-то теорией эстетической, Марина внесла в нее глубоко моральный голос. Голос этический. И вторая часть образа Данта в поэзии. Необыкновенная глава. И в докторе Швага Пастернак цитирует Ромен Чульетту, и он говорит, мы в книге «Рока» на одном, на одном строке. Для меня большое счастье, очень большое счастье, что обе мы, Марина и я, в этой книге соединены. Что наша дружба многочисленная, потому что, я скажу вам маленький секрет, Марина Плантинка, а я была очень темненькая, когда Володенькая, это называлось русско-еврейская дружба. Глазовские женщины, русско-еврейская дружба. Я была севрейской дружбой. Ну, так вот это соединение двух этих женщин. Я хочу сказать, мы соединены в этой книге. Эта книга, конечно, еще одну маленькую деталь. Папа, как говорил Натали Траупер, в его лучшие дни был плакатно красив. Она говорит, плакатно красив, даже красивее в чем-то сторонах. Это Натали Траупер, я не знаю. Ну, чтобы не мелочиться. Ну, чтобы не мелочиться. Это Натали. Натали. А я думала девочкой, когда я нашла отца, потому что я была из разведенной семьи, и когда я шла с ним, держалась за его руку, я думала, что он такой принц, что весь мир, просто, что соблазнить этот мир, что весь мир в него влюбится, потому что всегда в янчужке спрашивали его немножечко денюжки, и старушки жаловались на жизнь. И он шел, и мне казалось, я иду с принцем. И я думала, он победит этот мир. Но оказалось, что я увидела в образе папы, я увидела страдания. Страдания изгнанка, много я увидела, совсем не победу, а совсем другую победу. И этим образом действительно оказались мы все в нашей семье разбушены. И мой сын сейчас мне сказал, он тоже что-то закончил, он говорит, я посвящу это дедушке. Так что, спасибо. Я закончила темой преодоления изгнания и тех тягот, которые с ним связаны, не только психофизических, но, может быть, и более глубоких. И книга, как хорошо, что обложка может иметь такое метафизическое значение. Она может скреплять не только тетрадки книги, но и людей, в частности, двух людей, настолько близких, как Елена и Марина. И пускай эта обложка будет крепкой, и мы позаботились о том, чтобы она не разваливалась. В книге больше 700 страниц, книга очень весома, и, мне кажется, сегодня очень важный момент разговора о ней. И так хорошо, что в книге, где речь идет о Данте и Мандельштаме, о преодолении барьеров между американской словистикой и нашим контекстом, вот в этой теме возвращения глазовых в наш контекст, а это важное измерение выхода этой книги в свет, для нас очень важно, что в этом возвращении сегодня участвует отец Владимир Зелинский, который приехал из Италии в Киев. Вновь я приглашаю тебя поделиться твоими мыслями об этом. Я очень могу мало сказать об этой книге, которая 5 минуты жалована. Но на основании этих 5 минут я могу рассказать о моих встречах с автором, когда я познакомился с ней, ей было до 17 лет, веление, она была... То есть вчера? Вчера. Не обязательно. Она была, конечно, источала из себя очарование, но это было нетрудно, в 18 лет это никому не трудно. Это продолжается и сегодня. Вот это, вот и не забегать. Вот когда я встретился с ней потом через несколько лет, через немного лет, когда они уже были взрослые дети, на Успенских чтениях, я говорил, что это очарование не только не исчезло, но возросло. И я понял, что это не просто женское обаяние. Это сохраненный до детства. Это совсем другое дело. Это совсем другое дело, и это очень мало кому дает. Вот сохранить в себе ребенка, которого можно провести через всю жизнь, до конца жизни, это действительно вот один из тех даров Божиих, о котором мы, может быть, не помним. Которым посвящена, может быть, наша конференция. Ну, с комплиментами я останавливаюсь. Теперь по поводу книги. Ну, я говорю, что я мало могу сказать, но тем не менее, я хочу вспомнить о том, что у Магельштама есть очень интересная, очень глубокая статья, которая, так сказать, смысл, которая все время раскрывается. То есть она называется «О собеседнике». И он объясняет, что смысл поэзии, он в беседе со незнакомым тебе другим «Я», которого ты создаешь, которого ты творишь. И это слово оказалось несколько пророческим его собственным творчеством, по той причине, что Магельштам, как, может быть, такой другой поэт, он будет собеседником, другом человеке. Он его делает своим читателем. А читатель, всякий читатель поэзии, если он ее действительно читает, он сам становится в этот момент поэтом. То есть он приобщается, он буквально не в таинственном, а в таинственном смысле, он действительно приобщается к этому чуду поэту. И интересно, что вот в этой книге, как я понял, сам Магельштам получил вот этот заряд, вот эту идею от Данте, с которым он вступил в беседу. И вот эта как бы беседа продолжается. И вот на основании тех нескольких летучих впечатлений, которые я вынес из этой книги, я понял, что вот эта книга является продолжением подлинной беседы с автором. Но беседы творческие. Беседы, в которых раскрывается не только Магельштам, который погиб в 1938 году, но и наша жизнь, это самое важное, наша жизнь, которая живет, а также через эти стихи. Кроме того, что касается Магельштама, у него есть очень изумительная тема детства, которая, как правило, проходит на нашим праздникам. Особенно у раннего Магельштама. У раннего Магельштама, когда он осваивает материальный мир. Как там, звук осторожный, глухой плода сорвавшегося с бреву, глубокой, тишине ночной. И вот, дано мне тело, что мне делать с ним, таким Магелилом и таким родным. Вы знаете, с моей точки зрения, это я пишу только в своей работе о детстве, с моей точки зрения, вот эта поэзия является поэзией взрослого человека, который осознает, что он ребенок. Он ребенок поэзии. Он ребенок поэзии. Я думаю, что в сочетании двух этих детей, которые являются автором, я тоже говорю о Марине Глазовой, которые тоже велел веку. И это у великих детей, там, Мандельштам и Данте. А Данте был великим ребенком, который причинил, что он полюбил свою 5 тысячи 9 лет и пронес эту любовь всю жизнь. И первая любовь, естественно, всегда. И вот эти дети, вот я думаю, все эти четверо детей родили. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня канун того дня, когда 28 сентября в Киеве было развешено объявление, что всем евреям нужно собраться поближе к Бабе Муяру. Сегодня 70 лет того самого дня. И мне кажется, что вот этот путь через рвы, через все, через что шел сам Мандельштам, и надежда Мандельштам наизусть сохранившие его стихи, мне кажется, это может быть одно из самых важных свидетельств, парадоксиальных отсветов, откликов того разговора, который может вестись с Данте при любых житейских обстоятельствах и не может быть по-настоящему прерван. Если Филоненко хочет что-то добавить в разговор, пожалуйста. Да, хочу. И сейчас проблема не в том, чтобы придумать, что я хочу сказать, а в том, чтобы сказать, как можно меньше. Но есть все равно вещи, которые, наверное, сегодня именно надо сказать, они в другой день. Для меня, я не литературовед, любитель, но любитель. Меня всегда интересовала литературную теорию. Может быть, по корыстным причинам, но по каким-то другим. Я просто должен сказать, что лично для меня эта книга оказалась совершенно решающей, потому что я вдруг понял, о каком литературоведении вообще тосковала моя душа. Но может показаться, ну какая разница, по какому. Моя, почему я должен ваше время этим занимать. Поэтому я не буду сегодня о книге говорить. Я только просил, книга большая, действительно величественная, торжественная, очень глубокая. В этой аудитории есть люди, с которыми мы не раз в течение года встретимся. Я вас умоляю, если кому-то захочется о ней поговорить, поговорите со мной. Мне это очень интересно. И может быть, здесь надо будет, ну сделаем может семинар, ну потому что это действительно очень интересно, а я думаю, будет история. Поэтому сегодня я не говорил бы о книге, а хотел бы сказать, потому что вечер, я о детях говорил, о двух вещах. Мы на Успенских чтениях пребываем в каком-то совершенно необычном пространстве. Для меня был бы всегда большой вопрос, что происходит здесь в книгские дни. И когда-то Сергей Сергеевич на первой конференции как-то нас учил, многих давно учил, меня тогда впервые, лично меня впервые, преодолению не только пространственного, но прежде всего хронологического провинциалития. он говорил о том, что самое страшное, что с нами происходит, это разрыв поколений, который происходит по банальной причине. Мы готовы быть хронологическими провинциалами, жить свое время. Жить свое время. А надо бы как-то немножко поискать друзей пошире. А ищутся друзья просто, с ними надо начать говорить. Ну как ты будешь говорить Сергею Сергеевичу, например, так просто, волнительно же. И я всегда в таких случаях вспоминаю одного мальчика, тоже, простите, это не продолжение доклада, обращающегося к Богу. Он написал так. Сегодня нам в школе сказали, что ты есть. Здравствуй. Вот я себя на успешных чтениях, начиная с первых, и до сих пор чувствую примерно так. Мне здесь сообщают люди, которые мне заранее доверяют, что кто-то есть. И я доверяю им, говорю им здравствуй, и потом начинает в жизни что-то происходить, совершенно непоправимое, необратимое. Необратимое. Вот с этой книгой вышло так, что, знаете, нет времени тоже говорить, но как только я понял, что мы действительно живем не в государствах, и даже не в обществах, и даже не внутри собственной судьбы, а в какой-то большой, я надеюсь, бесконечной, цивилизации дружбы, и если мы воспринимаем эту цивилизацию как свою родину, землю, то большой и неотменимый вопрос, гораздо более неотменимый, чем все большие вопросы, но редко обсуждаемые. Как мы попадаем внутрь этой цивилизации? Как мы допущены? Почему нам позволено в ней быть? Про себя я смею думать только в этих терминах, потому что я не понимаю, чем больше живу, тем больше не понимаю, как случилось это счастье, что в моей жизни были и есть. Елицев, Бибихин, Елена Юрьев, Ольга Александровна Седухова, и это не значит, что я перечисляю великих, это те люди, с которыми ты точно знаешь, что ты допущен. Я не уверен, что ими. Я думаю, что все гораздо серьезнее. Мы как-то допущены в эту цивилизацию бываем, и как-то очень важно понять, как мы в ней оказываемся, в этой цивилизации дружбы. Что это за выстрел, который мы разбужены? Что это за выстрел, который мы разбужены? И уж пенское чтение, это какое-то действительно место, где этот вопрос все время оказывается для меня лично главным. Как это происходит? И, конечно, когда мы оказываемся в этой цивилизации, я точно, я думаю, многие люди, оказываются немножечко косноязычными. Потому что всегда, когда происходят вещи значительные, трудно говорить, потом начинают говорить, через какое-то время. Многие замолкают вообще на то. И вот тогда возникает большой-большой вопрос, как мы все-таки там оказываемся? Как в ней ведутся разговоры и беседы? Оказывается, эти разговоры и беседы имеют великие плоды. Я думаю, все великие книги внутри этой цивилизации это плоды разговоров. Но эта книга для меня оказалась учебником. Потому что, знаете, Мандельштама здесь не надо никому объяснять. Мы все любим Мандельштама по-разному. И, конечно, каждый человек знает какие-то строки, которые для него не просто поэзия. Но, и, конечно, мы с Мандельштамом разговариваем по разным поводам. До этой книги я совершенно не понимал, что с ним можно поговорить еще и на эту тему. Еще и на эту тему. Какую тему? Очень простую. Что мы слышим, когда мы слышим слово? Не поэтическое все-таки слово. Я не совсем согласен. Просто слово. Просто слово. Как так бывает, что слово очень малозначительная вещь в нашем мире. Так многое меняет. Так многое значит. Что происходит? Один простой пример, что книгу, простите, у меня внутри много пафоса сейчас. Я хочу как-то быть ближе к делу. Одна минутка буквально. У меня есть знакомый, который жил в Краснодоне. Это не великий культурный центр Украины. Там читали долгие годы только одну книгу, молодую гвардию. Школьники. Ну, Краснодон. Есть только в Украине город. В 90-е годы очень нищие. И у меня был друг, который, ну, если бы ему тогда сказали, что он будет поэтом, он бы очень долго смеялся. Потому что он был хулиганом. И по вечерам он зарабатывал тем, что в киоске продавал, помогал друзьям продавать в киоске. В Краснодоне. Жвачку, пиво, ну, все, что там в киоске есть. И однажды он заметил, ему там было смертельно скучно сидеть часами в этой пункте. Однажды, где-то в пятом классе, он заметил, что если покупателям по-разному отвечать, разными словами, другим, то, оказывается, они себя по-разному ведут. Может это показаться очень простой вещью, но для него это был совершенно переворот в жизни. Потому что он начал пробовать. Он начал пробовать. И он чувствовал себя настоящим волшебником. Потому что никто из его родственников это не умел делать. Но в зависимости от того, как он говорил, человек вел себя так или иначе. И он говорит, слушай, я открыл поэзию. Я просто увидел, что слова действуют. Сейчас это называется строгими словами теории речевых актов. Когда серьезные взрослые профессора думают про то, как действуют слова. Но я совершенно не ожидал, что на эту тему всерьез стоит поговорить с Мандельштамом. Опять понятно, что это человек, который всю свою жизнь провел внутри этой тайны действенного слова. Ему есть что сказать. Но он не обязан мне это объяснять. Он и так писал гениальные стихи, достаточно. Но как оказалось, о чудо! Это его интересовало. И он даже надеялся построить введение в науку о том, как мы слышим всякое слово. И оказалось, казалось бы, это уже много, но оказалось, что Мандельштам в качестве учителя возможен только при одном маленьком напущении. Что мы примем в качестве учителя Мандельштама в этой науке слышание всякого слова в Краснодонском киоске. Мы поймем, что там происходит с этим мальчиком только в том случае, если бы учителя Мандельштам позовет Данте. И оказалось, если вам эта задача кажется странной, то оказывается, что вход в цивилизацию дружбы каждый раз очень рядом. Он там, где наше сердце отзывается на слово. Если мы увидим, как оно отзывается, мы что-то наконец начнем в этом ландшафте понимать. А эта книга действительно учебник. Действительно учебник. И Светлана Юрьевна в нашей жизни вышла очень просто. Действительно как выстрел. Для меня эта книга это просто пуля этого выстрела. Потому что, да, по простой причине. Дело было, конечно, не на Успенских чтениях, но на введении в Успенские чтения Киевском летнем богословском институте. Я приехал, потому что я спешил на первую лекцию. Елена Юрьевна спешила, потому что Константин Борисович сказал, что обязательно нужно на этой лекции быть. Мы поздоровались. и через, по-моему, полтора часа обнаружили, что мы вместо того, чтобы быть на лекции, пьем чай. Прокольчик. Прокольчик. Я хочу, чтобы... Это самый, это самый сильный, самый запомнившийся в жизни чай. Потому что я понял, что мы пьем чай, когда Костя спросил, что вы тут делаете. Но было поздно, мы уже подружились. Спасибо большое. Заключительное слово, Елена Юрьевна. Я хочу на минутку поспорить с Александром Семеновичем. Я не говорю, что это просто слово, я говорю, что... Или Мандельштам говорит, что в поэзии сила слова усилена. И вот оно, что это та сила, которая не десятилена. А второе я хочу сказать, что обычно я сижу в зале и смотрю успех кого-то... Успех, Саша, я все сломаю. Так? И успех... Я смотрю успех других людей. И я не привыкну стоять в данной ситуации вдруг книга и столько много друзей, и столько новых друзей. Я принимаю это вот так вот. Когда эта книга писалась, и Константин Порисович сказал, Костя сказал, что было непросто, были трудные моменты там, потому что останавливалась, переделывалась. Через все это можно было позвонить Вадиму Залевскому. Его добрейший толстый телефон, очень-очень добрый. Леся, очень нежный голос. Константин Борисович и Юра Вестель, кажется, очень строгим, а потом напишет, Елена, не волнуйтесь, все в порядке. Создали для нас приехавших кислород дружбы. Вы его все создали. Я хочу и Ирина Пастуруна, которая ответственна здесь за весь вид книги, который сейчас нет, и я хочу поблагодарить. Артема, который всегда спрашивает у меня вопросы, всегда трудные. И всех молодых людей, которые здесь, и всех здесь. Я хочу сказать спасибо за тот кислород дружбы, который вы создаете, потому что он наполняет наши легкие. И спасибо, что вы создали этот мир, который могла для нашей семьи выйти из книга. Спасибо. Еще одно имя, которое не было названо, но благодаря этому человеку книга вышла в срок до приезда автора через океан в Киев, Леонид Финберг. Благодаря ему книга «Перед вами». И он нас сейчас ждет в украинском доме на выставке в Аль-Ле-Яре, чтобы нам показать то, что он создал там. Я хочу сказать, перед тем, как мы выйдем из этого зала, у меня такое чувство по поводу цивилизации дружбы. Знаете, Ахматова в таких случаях говорила, как будто тебе позвонили. Вот у меня такое впечатление, что какой-то прерывающий голос Осипа Емельевича раздался. В трубке и он благодарен тем, кто потруднился на заживание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...